В Грузии в субботу стартовал шестой международный русско-грузинский поэтический фестиваль «Во весь голос». Из прекрасной Солнечной Республики с нами на связи наша прекрасная Елена Косинкова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья, здравствуйте! Что происходит сейчас в Грузии? Расскажите нам, пожалуйста, о фестивале и, возможно, с вами будет какой-нибудь участник фестиваля. Да, конечно, конечно. Вчера в Тбилиси торжественно открылся, как вы уже сказали, шестой международный русско-грузинский поэтический фестиваль «Во весь голос». И это важнейшее для российско-грузинского отношения мероприятие. Не случайно открылось именно вчера. Это было 85-летие великого грузинского автора Нодара Думбадзе. Кроме того, сейчас празднуется 40-летие величайшего грузина, которого мы все знаем, Владимира Маяковского. И, в общем-то, к этим двум датам урочено открытие фестиваля. Важно, что этот фестиваль проходит не в одном крупном фестивале, он фактически накрыл с собой всю Грузию. Участники фестиваля за эту неделю посетят 17 городов. И вот сейчас, например, мы находимся в Джвахете, город Ахалкалаки, находится на высоте 1600 метров, недалеко от границы с Арменией. И, кстати, хотя поэтический фестиваль во весь голос официально называется русско-грузинским, в нем участвуют поэты, писатели, переводчики из самых разных стран. Это Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль и еще ряд стран. Всего более 70 участников, конечно, в том числе из Армении. Но сейчас я хочу передать слово Александру Тадашкевичу. Это поэт, переводчик, автор восьми книг, поэзии, прозы и переводов. Он член Союза российских писателей и Союза писателей 21 века. И он же официальный представитель Международной федерации русскоязычных писателей во Франции. Он принимает участие в фестивале уже четвертый раз. И сейчас он делится с радиослушателями своими впечатлениями от фестиваля. Александр, пожалуйста. Александр, здравствуйте. Добрый день, спасибо. Вы знаете, как Лена сказала, это четвертый раз, что я участвую в этом замечательном фестивале. На мой взгляд, это лучший в мире фестиваль поэзии, совершенно особенный. Я участвовал в таких же политических собраниях и в Германии, и в Англии, и во Франции, в Бельгии, в Сибири, в Москве и даже в Индии. Но ничего похожего нигде нет. Это настоящий праздник поэзии. Принимают совершенно по-царски, радушно, необычайно сердечно. Вот. И ничего похожего, повторюсь, еще раз в мире нет. Поэтому это праздник, который мы ждем весь год. Ну и кроме всего, и может быть в первую очередь, для меня огромная радость, что он играет такую важную, огромную роль в наших отношениях, наших стран и в укреплении их дружбы и культурных связей. Спасибо большое. Да. Алло. Напомню, это был Александр Радашкевич. Да. И я должна продолжить, что, конечно, сказать пару слов об организаторах. Это Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб». И, в частности, нас принимает здесь Николай Николаевич Свинтицкий. Я надеюсь, что, обязательно, еще его тоже в эфире познакомлю с заслушателями. Непременно. К сожалению, сейчас он в организаторских делах. Ну и еще раз напомню, что фестиваль «Во весь голос» продается неделю. И надеюсь рассказать вам еще об этом большом русско-грузинском празднике поэзии. С нами на связи была Елена Косинкова. Елена, я вас благодарю. Желаю удачи, интересного фестиваля, интересных событий и много-много новых интересных встреч. Спасибо. Продолжение следует...